здравствуйте друзья это моя пасека и с вами я александр альбинский сегодня мы с вами поговорим о растениях медоносах тех растениях которые будет хорошо если будут расти рядом с вашей пасека рядом с вашими уликами и сейчас я вам расскажу почему это важно последнее время очень сильно сократились посадки тех растений с которых пчелы больше всего собирают нектара это посадки липы и посадки акаций в первую очередь это связано с тем что сильно подорожал газ и люди опять вернулись к дровам к печному отоплению очень большие массивы деревьев куда пчелки летят собирать нектар просто врубаются и выпиливаются целыми плантациями как правило это все незаконно но от этого никому не легче с одной стороны становится меньше деревьев а с другой стороны поля куда пчелы тоже летят собирать нектар сейчас засевают современными генномодифицированными культурами соя рапс гречка подсолнух сейчас засаживают такие что пчелы очень часто просто не могут оттуда собрать никакого нектара потому что они идут сама запыляемые для нас вами это плохо исправить эту ситуацию в наших руках достаточно просто вот в радиусе полета наших пчелок самим начать засаживать эти культуры растений именно деревья акация это аборигенное дерево и она прекрасно само насевается она хорошо растет и достаточно просто посадить первый небольшой массив таких деревьев и со временем с годами он разрастется в такой большой лесочек единственное что нужно понимать что нужно сажать в такой месте чтобы это никому не мешало и так что такое медоносы медоносные растения растений медоносных много но нас интересуют далеко не все просто есть растение которое выделяет очень мало нектара туда пчелки заходят они немножечко берут но существенно они нам не сыграют никакой роли на нашей пасеке из серьезных природных медоносов это в первую очередь одуванчик он раньше всех расцветает он раньше всех цветет и первым делом пчелки летят на него это происходит еще весной потом у нас зацветают сады яблоньки вишенки игрушки и пчелы тоже очень хорошо начинают на этих садах развиваться в общем все плодовые это хорошие медоносы и если вам повезло из зимы ваш пчела семьи вышли хорошие сильные крепкие то даже с садов если их у вас много и пчелы могут оттуда собрать нектар можно даже в конце мая уже немножечко взять оттуда меда но самыми большими медоносами у нас считается акация липа и подсолнух подсолнух потому что его садят очень очень много он зацветает во второй половине лета когда уже у всех пчелосемьи разрастаются до больших размеров пчелы много и она очень очень много если может долететь конечно до поля принесет вам нектаром а липа и акация хороши тем что они растут вертикально если подсолнух для посадки подсолнуха нужны большие обширные территории то для деревьев столько места не надо ну и плюс это всегда хорошая тень на вашем участке это всегда приятный запах на вашем участке акация сама по себе очень прекрасно насевается но если рядом нет этих посадок то насеется и собственно нет помогите посадите несколько деревьев они вырастут потом начнут насеваться через пару лет когда они начнут цвести они тоже будут давать вам хороший никто разбора в любом случае даже если этих деревьев еще будет пока что немного пчелам они помогут пчел они поддержат в тем более что все эти растения не цветут в разный период очень важно чтобы у пчел не было голодных периодов сначала в мае это идет цветение садов в июне начинает зацветать вовсю акация ближе к июлю зацветает у нас липа и в августе у нас уже вовсю цветут поля подсолнуха когда у пчел происходят такие голодные периоды семьи страдают во-первых тот мед который они могли бы собирать для вас они сами же съедают а во-вторых пчелы начинают ограничивать матку в червлении и естественное нормальное развитие семей из-за этого затормаживается этого лучше не допускать потому что нам всем нужны большие хорошие сильные семьи чем больше мощнее пчелосемья тем больше вы сможете собрать оттуда меда липа липа это очень хороший очень сильный медонос и о вкусе липового меда и его аромате знают все о нем даже в мультиках и в сказках детям рассказывают липовый мед это прекрасно акациевый мед считается ценным потому что акациевый мед может очень долгое время сохранять жидкое состояние вот знаете все любят так уберешь медочек так поднимаешь ложечку и он такой тоненькая прозрачная струка истекает так знаете это акациевый мед пока мед свежий он весь текучий но некоторые сорта через буквально две недели уже начинают кристаллизоваться и садится некоторый мед может продержаться в таком жидком состоянии месяц чуть больше но акацию если вы возьмете даже через год она будет такая же ароматная такая же прозрачная и такая же текучая мне повезло у меня рядом растут липы у меня на участке много акации есть недалеко поле иногда там засаживают подсолнухи пчелки мои туда тоже долетают но мне этого мало есть периоды когда пчелы явно не до загружены работой и нужно им в этом помочь и недавно я узнал о таком очень интересном растении медоносе как павловния первую очередь меня это растение заинтересовало тем что она безумно красиво цветет ребята это неимоверно я увидел фотографии это просто огромное дерево в огромных цветах синего фиолетового цвета а еще я прочитал о том что с одного гектара этих насаждений дерево выделяет 700 килограмм меда это нереально культура это в украине еще не сильно распространена и пока что я встречал ее только в интернете хотя есть фотографии что ее начинают уже высаживать в парках пришла на к нам из японии там она называется императорским деревом из-за красоты это дерево очень любили высаживать во дворцах и в других найти таких очень шикарных красивых дорогих парках которые могли позволить себе только богачи еще один очень большой плюс этого дерева помимо того что она очень красивая она очень быстро растет она нереально быстро растет посмотрим как она будет расти в наших широтах но судя по той информации которая опять-таки есть в интернете за пять лет дерево вырастает чуть ли не до 10 метров и уже имеет большую взрослую крону которая вовсю цветет дерево не подвержена многим болезням которые характерны для наших широт быстро растет имеет огромные листья все в прекрасных цветах мне как пасничнику первую очередь конечно она заинтересовала именно как медонос я через интернет заказал партию вот таких вот саженцев этого дерева дошли они к сожалению не в самом хорошем состоянии ко мне немножко просто перележали на почте но я думаю они отойдут и все будет прекрасно лет через пять они уже начнут во всю цвести если вы будете им помогать поливать их удобрять то возможно первые цветения произойдут еще раньше но как я уже сказал эта культура в украине только-только завозится только только начинают культивироваться поэтому точно сказать когда они начинают свести мне пока сложно вообще если говорить о медоносах на вашем участке нужно понимать что для того чтобы пчелы с них могли собрать большое количество медов участков 25 соток вам не хватит пчелы собирают мед с больших массивов но голодный для них период это их хорошо может поддержать несколько деревьев акации несколько деревьев липы небольшая аллейка павловни или катарик у меня на участке растет очень много цветов у меня растет лаванда у меня растет мята у меня растут розы флоксы много чего растет и пчелы с них постоянно что-то собирают для них это хорошо еще раз говорю когда для них недоступны большие массивы с которых они могут собирать мед либо же это вот эти вот небольшие промежуточки между цветениями этих массивов это для них хорошая поддержка тем более что павловния цветет из того что пишут в интернете два месяца представляете два месяца но это это просто красиво представляете аллея огромных деревьев они вырастают до 10-20 метров в высоту вся в синем фиолетовом цвете и цветет почти два месяца я вот например хочу на это посмотреть а еще больше я хочу на это посмотреть на своем участке поэтому друзья мои приступаем к посадке о павловни я узнал от моего соседа он их высадил у себя и посадил он два месяца назад примерно я сначала не понимал что-то потому что видел только одни торчащие палки вот за два месяца дерево вот так вот уже отросло и несмотря на то что павловни это очень морозоустойчивое растение но выдерживает до минус 27 все-таки первые два года его рекомендуют хорошенечко утеплять это касается и этого растения и агротехника высадки павловни особо ничем не отличается от агротехники высадки всех плодовых деревьев мы выкопали небольшую ямку сейчас накидаем туда перегноя для того чтобы подудобрить это все минералами польем водой и замульчируем сеном сена кстати я взял отсюда же хорошенечко прокосив здесь при которой раньше тут просто буял и несмотря на то что павловни очень солнцелюбивое растение она также очень любит влагу если вы будете обильно ее поливать то пишут она быстрее вырастет и быстрее наберет свою зеленую массу и даже быстрее начнет цвести но на первых порах первый и второй год растений именно требует обильного полива это нужно для того чтобы она не пропала нашу ломку мы засыпали компост это обычное органическое удобрение она поможет нашей павловни быстрее развиваться чуть позже нашу павловню мы подкормим еще дополнительно минеральными удобрениями такими как нейтромофоска например она гармонично поможет развиваться как корневой системе так и ее зеленой массе берем наш саженец и аккуратно его извлекаем для этого мы вот так вот немножко промнем вазончик наш несмотря на то что это дерево очень молоденькая его корни уже полностью заполнили весь вазон это хорошо значит она быстро будет развиваться важный момент прикорневая шейка растения не должна уходить ниже уровня земли теперь поливаем земля на этом участке сейчас очень сухо здесь давно не было дождей поэтому пролить надо очень обильно для того чтобы влага лучше удерживалась здесь я сейчас замульчирую эту зону соломой говорить можно делаем все очень осторожно для того чтобы не повредить растение я не хочу чтобы мульча касалась самого ствола для того чтобы ну ни в коем случае не начался процесс загнивания также мульча предохранит наш еще совсем слабый молодой росток от бурьянов которые на этом этапе могут его еще задавить если немножечко отойти от нашей основной темы меда и пчел то павловния это возможно вообще дерево будущего подумайте сами она очень быстро растет у него огромные листья которые обрабатывают углекислый газ превращая его на кислород его древесина очень ценная не гниет а по своей красоте напоминает по структуре орех листья павловнии приравниваются по своей питательной ценности к люцерне поэтому могут стать хорошей альтернативой для фермерских хозяйств а также зеленая биомасса этого растения может использоваться для производства биотоплива за четыре года это растение может достигнуть 20 метров несмотря даже если будет расти в каких-то экстремальных условиях она не подвержена многим заболеваниям и она просто очень очень красивая на сами был я александр альбинский и программа моя пасека до свидания друзья